друзья привет сегодня хочу рассказать вот про такую пилу бензопила хендай x 460 быстренько сейчас расскажу сразу хочу отметить такую вещь что била ну очень достаточно ну качественное несмотря на то что китайская сборка сейчас в китае все знают что производство на подъеме это не китайский кооператив это сотрудничестве с хэндай корпорейшн сделано вот сейчас тут настроиться вот сделаны честно написано сделано в китае по лицензии хэндай корпорейшн корея вот модель x 460 мощность двигателя 31 лошадиные силы длина направляющей шины 18 но это 45 сантиметров серийный номер вот и вот бирка вот такая доставка металлизированная наклеен наклейка вся она на восьмигранников прокручена вот сделана достаточно из плотной такой из плотного пластика а бы с пластик этому не бытовой пластик вот она по весу конечно ну не легкую то есть за основу этой модели взятых конечно пила модель хус гварна вот всем известную вот система замены пилы как вот под сцепление надо закидывать снимается этот чехол под сцепление одевается шею цепь протягиваются вот так вот такой вот стеснением здесь это замотал тут на всякий случай сразу скотчем примотал свечу запасную вот тут на шине есть параметры указаны достаточно шину не горит качество сделано вот ну с логотипом естественно и сам сам сама цепь тоже она с маркировкой если сейчас конечно не настроить цепь с маркировкой хендай вот но вот этих вот вот клепках вот есть такие пилы комплектуются сразу цепью орегон орегоновская но американская такая фирма здесь вот такая хендай ну вообще конечно это достаточно удивило это вот цепь она очень так серьезно как-то выполнен даже не тупится почему сколько она уже это пила в работе вот не тупится вот тут есть кнопка вот это вот hydra hydra это газокомпенсатор вот это вот вот она выстреливается при заведенной а когда заглушенная она она так и остается ее просто так нажать туда ну защелкнуть и она создает облегченный запуск так пила заводится естественно как вот нажимается кнопка пуск так вот сейчас вверх поднимается вытягивается заслонка и дергается рычаг вот один раз она дергается даже не дергается а вытягивается тем самым создается облегченный облегченный пуск значит вот это бак сюда заливается топливо вот топливо размешивается двухтактным маслом красного цвета я покупаю недорогое совсем патрол ну я вот нашел к это там понятно ну как непонятно качественная хорошая масса а сюда цепная цепное масло заливается зелененького цвета тоже заливаю патрон вот эта педаль тормоза вот смотрите вот она такая вот так вот снять тормоз и начинается движение пилы как отчет достаточно такая удобно вот так вот сейчас я покажу вот такая пила значит 3 и 1 лошадиные силы дней вот если значит она ну конечно здоровенно здоровая она считается полупрофессионально лупит конечно очень так мощняцки очень хорошо естественно в процессе пиления как и у всех пил при нагреве пил вот это растягивается пила как у всех и всегда надо иметь естественно под рукой отверточку вот и здесь вот ослабляются вот эти вот гаечки вот и вот здесь вот отверточкой подтягивается подтягивается пил полотно цепь цепь можно дальше пилить вот что еще здесь интересно вот значит вот так вот удобно удобно здесь чистить фильтр менять мыть его можно он сейчас увидите в кассете так вот откручивается вот и снимается вот это крышечка вот я его не почистил вот специально показать вам как нас наседает опилки на него вот так вот вот в такой вот к сети водичкой можно его промывать ну или щеточки смахнуть почистить вот он закрывает вот этот вот карбюратор воздух я сейчас заведу и покажу покажу как она заводится так одну секундочку это это холодный запуск на холодную на холодную надо вот так прогреть немножечко прогреть ее пусть она прогреется вот она вот так вот дать ей простраться потом потом просто курок нажимается и все вот и вот у нее такой тихий она тихим образом начинает работать я я не показал как я ее заводил мне неудобно одной рукой снимать одной одной заводить ну вот поверьте на слово то есть она нормально заводится легко вот вот я сейчас покажу как она я настроил таким образом эту пилу чтобы ну чуть-чуть повысил обороты у карбюратора и вот ну чуть-чуть вот прокручивается меня это устраивает хотя пила сама цепь должна стоять в общем-то в идеале и вот смотрите вот вот она вот так вот легко достаточно клавиша она чувствительна очень отзывчивая очень отзывчивая нажимается вот это и вот это если это не нажать то курок он не срабатывает вот хочу конечно продемонстрировать хотелось бы продемонстрировать как она видит если вот единственная вот сейчас что-нибудь подставлю какую-нибудь какой-нибудь подставлю подставку покажу как она пилит сейчас а 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 шума грохота конечно хватает это пропала резкость у меня конечно а вот наверное не видно там было сейчас сейчас я еще раз попробую подождите подручными средствами все это снимается куда-то я записал вот такая вот пива вот она работает на холостыке это вот на тормозе видите а это вот вот так вот она праймер как на всех пилах надо прокачать сюда бензинчик тоже вот но кстати сейчас я ее завел и не прокачал вот этот вот она завелась до достаточно у нее значит держится хорошо как она компрессия компрессия вот так что вот такая вот пила но если ее сравнивать конечно с какими-нибудь такими пилами как все считают не китай серьезные да конечно же эталон всем пилом я считаю в быту для хозяйства конечно же это вот этот штиль 180 тупо штиль 180 вот это штиль американской сборки вот это ну все знают фирмы штиль немецкая а это американская сейчас я покажу вот двоечка на штрих-коде видите слева направо стертая но все равно видно 27 это вот чисто американская американский штиль вот он легенький вот маленький очень это шустренький конечно штиль это штиль и что в штиле интересно в штиле цепь снимается просто сверху накидывается ну вот крышка снимается и накидывается на звездочку там не надо за закидывать ее за диск сцепления там проворачиваешься с этой шины возиться вот выравниваете там потом ловить момент зажатия вот пожалуйста вот штиль но но вот это вот хендай пила абсолютно абсолютно не ничем не хуже не под не подводит тоже ни в коем случае вот они сравнить если вот оба качественные просто вот это это китай а это америка это америка то это и это и и и и и и и и компания и и и и и аминь и Вот он, ну конечно, у него сколько там, две лошадиные силы, а, или одна из тем что-то лошадиные силы Всего лишь, вот Всего лишь одна, ну я уж не помню, в общем, одна или одна, одна лошадиная силы Но чем хороша вот эта пила, вот она нагрелась сейчас, и вот она будет сейчас тихонечко работать Вот, совсем она тихонечко работает Чем она хороша, вот эта пила, тем что она легкая и маневренная Маневренная Вот, ну такая же система, то есть блокировка этого турочка Вот она вот так вот Сейчас, почему не настраиваться-то на... Вот ею можно одной рукой работать Одной, ну если, допустим, не одной рукой, а имеется ввиду, что ее удержать в одну руке Вот, вот Ну, классическая, 180, МС-180 Вот это чистый американец, это не Китай, это вот... Вот я ее одной рукой Сейчас посмотрим одной рукой Вот, смотрите Сейчас, вот А то рукой я обделил Вот так вот На вытянутую руку, вот смотрите Раз И все Раз И все Два Вот Вот Заводится, ну все знают, как она заводится тоже Вот эта клавиша При нажатой, вот при нажатом курке До конца спускается Один Рывок Она Хряпнула Чуть-чуть топлива Потом Вот это вот Вот сюда На второй На второе Или как она Не на второе, а вот на открытие заслонки На закрытие Вот Переключается И уже заводится на полную Вот, а потом Когда клавиши нажимаешь Она вот так вот Повышенные обороты Сбрасывает И сама Переключается вот на первое положение И работает спокойно Вот Что хорошо в стиле Это замена Цепи быстрая А здесь нет Вот Ну это пила тоже Суперская Вот такие две пилы Вот они Все Вроде нечего рассказывать больше Если есть какие-то вопросы Задавайте в комментах Ставьте лайки и дизлайки Всегда рады Любой реакции Тем, кто смотрит Спасибо вам дорогие телезрители Видеозрители Вот такой вот обзорчик На ходу Вот В стиле лайфстайл Живьем Без всякого монтажа Как есть Все Спасибо, всем пока